Добро пожаловать на утреннее шоу «Персиковое дерево» с DCI. Это отличный способ начать свой день. Надеемся, вам понравится. Привет и доброе утро! Добро пожаловать снова на утреннее шоу «Кафе Персиковое дерево». Мы рады быть с вами сегодня и отвечать на ваши чудесные вопросы, которые вы задаете. И сегодня у нас отличный вторник, 23 июня. Мы приближаемся к сотовому выпуску утреннего шоу «Кафе Персиковое дерево». Сегодня 97-й эпизод, и мистер Геша Майкл Роуч сделал 2000 минут бесплатного консультирования в прекрасном сопровождении. И если вы смотрите нас, то вы это получили. И давайте посмотрим сегодняшний вопрос. Анаи, ты сможешь нам показать вопрос? Да. Привет, меня зовут Барбара, я из Австрии. И у меня и моего друга Йоди из Швейцарии есть вопрос. Мы оба граждане стран, где всегда было дождливо. Но в последнее время дождей почти нет. Это ведет к огромным проблемам в сельском хозяйстве, потому что засухи, пожары и так далее. И уровень подземной воды снижается. Я думаю, такие проблемы возникают везде. Какие семена необходимы для того, чтобы был дождь? Спасибо большое. До свидания. Вы знаете, мы приближаемся почти к сотому выпуску утреннего шоу «Кафе Персиковое Дерево». И вы все смотрели это шоу. Это очень разумный вопрос, поскольку все исходит из нас. И дождь, и засуха тоже исходят из нас. Поэтому это вполне прекрасный вопрос. Мы также знаем, что дождь для каждого может быть разным. Я могу думать, что дождь прекрасен. Он дает воду земле. Но в то же время, если его много, он может быть ужасен. Насколько я понимаю, Барбара интересуется, если я хочу дождь, в частности, для земли и урожая. Что я могу сделать? Анаи, возможно, ты хочешь начать и дашь нам какое-то понимание. Благодарю, Эва. Я знаю о таких семенах. Поскольку я живу в прекрасном городе, у нас круглый год, прекрасная погода. Весь год у нас тепло. Поэтому раньше у меня не было такого вопроса. То, что я понимаю, это как я стараюсь улучшить семена, которые есть в моей жизни. Каждый день я стараюсь помнить, что если мы невежливы в словах общения с другими людьми, то у нас возникают проблемы с водой в том месте, в котором мы живем. Может быть, эти ребята могут поработать с семенами, работая над тем, как они общаются с другими людьми. Но, возможно, Кешала может поделиться с нами на более глубинном уровне, как взаимодействует корреляция. Что значит взаимосвязь? Говорить людям приятные слова и иметь недостаток воды при этом. Хорошо, Анаи, благодарю тебя за то, что ты мне создала проблему. Когда я услышала вопрос Барбары, я сказала своим друзьям, не спрашивайте парня, живущего в пустыне, как сделать так, чтобы пошел дождь. Но на самом деле в пустыне неплохо. У нас идет дождь, когда он нам нужен. У нас хорошие грунтовые воды. И в древних книгах, вот несколько месяцев назад, я писал и заканчивал редактирование книги, переведенной мной доктором Эриком Уолл. Она называется «Все виды кармы». Это на самом деле книга, написанная самим Буддой. Это приблизительно 300 страниц о связях кармы, о корреляциях. Я думаю, в этой книге говорится, кажется так, что отсутствие дождя, как Анаи верно сказала, твоя идея верна, согласно той древней книге, это последствия неприятных, недружелюбных разговоров с людьми, которые расстраивают их. Мне также нравится инструмент «Кристальные озера» в системе DCI. Я думаю, Эва хочет рассказать нам об этом. О, да, мне нравится этот инструмент. Этический принцип номер шесть. Уважительная и приятная речь. Когда я начинала, мне нужно было много сделать по этому вопросу. И инструмент «Кристальные озера» – это прекрасный инструмент. И мы даже с друзьями, когда общаемся, сразу напоминаем кристальное озеро, кристальное озеро, когда мы расстраиваемся. И мы представляем, что внутри нашего сознания, сознания другого человека, есть озеро. И после моего общения, это озеро должно остаться таким же кристально чистым и безмечежным, спокойным и неподвижным, как в начале. Обычно после общения со мной у многих людей озеро раскачанное. Я очень громкий человек, критик. И на самом деле здесь много негативных последствий, не только отсутствие воды. Давайте успокоим озера. Будем уважать спокойный ум людей, не беспокоить его. Мы хотим сохранять его расслабленным и спокойным. Я думаю, это серьезно, когда настроение одного человека переходит к другим. Если ты работаешь в огромной компании, а я работал так около 20 лет, вы можете заметить, например, что в офисе чувствуют себя счастливыми, все такие спокойные, работают в гармонии. И тут один человек заходит и начинает кричать, начинает нервничать и орать. И это как ковид-вирус. Начинает передаваться от одного человека к другому, потом в соседнюю комнату и к следующему человеку. И так часа через два у меня на этаже в офисе Нью-Йорка было около 100 человек. Я вижу, что все они начинают быть немного не в себе из-за этого одного первого человека вируса. И это действительно влияет на внешний мир. Как вы думаете, ребята, почему это имеет такой эффект на дождь? Хороший вопрос. Ты хочешь продолжить, Анаи? Любые идеи. У меня не было такого вопроса ранее. Давайте подумаем. Если это шестой этический принцип, когда мы критикуем других и ум беспокоен, почва тоже раздражена. По идее, что-то должно вырасти, нужна вода, но нет того, что нужно. Это раздражается, не может вырасти. Что-то типа такого. Знаете, здесь речь идет о негативной речи, когда мы поступаем нехорошо в речи, высказываемся негативно. Это тема, когда ты не говоришь внимательно, то результат здесь будет причинение вреда, как все раскрывается, как все произрастает. В большинстве, если мы не говорим с заботой и раним других людей своей речью, то это не дает нашим целям, задачам, проектам также продвигаться и быть успешными. Это такого рода эффект, даже на уровне урожая фруктов. Вот у меня есть сливовые деревья. Дождей было достаточно, все было обычно, но у меня просто нет слив на деревьях. И я не знаю почему. В прошлом году их было несколько сотен. И считается, что это связано с плохими разговорами, обидными высказываниями, потому что это своего рода бесплодность. Нет урожая в этом. И плод не произрастает, вещи не работают. Твоя работа не приносит успеха. Да, это очень хороший пример. У нас есть какие-то идеи. Давайте еще раз пройдемся и дадим совет этой женщине. Давайте подведем итог и соберем все вместе. Что мы можем сделать, чтобы пошли дожди? Какой-то танец дождя DCI, чтобы вызвать дождь. Какой будет танец дождя DCI? Я бы сказала... Да, продолжай, Анаим. У меня есть такая идея. У всех наших семян есть разные уровни. И иногда мы говорим что-то. Это один уровень. Но есть еще наши мысли о других людях или о нас. Это другой уровень. Иногда мы не так уж и грубо говорим с другими людьми, но мы думаем плохие вещи о них. Это тот вариант, который я использую в работе со своими семенами. Я обнаружила, что мои, например, слишком жесткие. Гешла, что ты хотел сказать? Я вот думал. Что я думал? А, да. Как-то я преподавал в Калифорнии в одном духовном центре. Он находился в лесу. И к центру вела ужасная дорога. И они задали мне похожий вопрос. Они спросили, в чем причина такой плохой дороги? И я им ответил, вы знаете, я не очень в это верю. Точнее, я не уверен, что я верю в это. Но вот в древних книгах говорится, Джо Цунг Капа говорит, что такое происходит, когда вы достаточно резко говорите с другими людьми. Потом я посмеялся, подумал, что, возможно, они будут довольны. Но затем они поступили достаточно неожиданно. Они сделали в центре программу по избавлению от такого рода общения. Все должны были подписать соглашение, и все в центре начали избегать резкого общения друг с другом. То есть они восприняли это очень серьезно, в отличие от меня. Три месяца спустя к ним приехали местные власти и сообщили, что собираются сделать им дорогу и оплатить это. Вы знаете, это очень дорого, это стоит миллионы долларов, но местные власти сказали, что сделают это для них бесплатно. Так что я не знаю, возможно, это работает. Это очень хорошая история, удивительная. У меня есть идеи, которые я хочу поделиться. Я не уверена, возможно, вы скажете, что я ошибаюсь. Но вот я думаю, если намерение сажать семена, какие бы семена я не сажала, я говорю, выпей стакан воды. И мое намерение утолить жажду свою, поскольку человеческому организму нужна вода, я выпиваю воду и посвящаю это плодородию земли, или как моя мама. Вы знаете, более старшие люди мало пьют, а это влияет на состояние головного мозга. Они становятся более забывчивыми, чем они есть. Им все время нужно напоминать пить воду. Так и у моей мамы. Я постоянно напоминаю ей, когда прихожу, давай выпьем воды. И вот, когда я выпиваю воду и посвящаю это земле, как думаете, это работает? Мне нравится эта идея. То есть, пить самому больше воды, так ты станешь более здоровым и сможешь помогать еще большему количеству людей и мотивировать других людей пить больше воды. Я верю, что здесь будет прямое влияние на дожди. Я думаю, это прекрасная идея. Давайте сделаем это ответом на вопрос. Значит, это и есть танец дождя DCI. Пить больше воды. Мне нравится это. Нравится. Я думаю, это отличная идея. Это здорово. Мне тоже нравится. Это как раз то, что мне нравится в системе DCI. Иногда это так просто. Просто пей больше воды. Если у тебя есть хорошее намерение, высокая мотивация, ты можешь танцевать индийские танцы на поле дождем и придет дождь. Да, это так просто и очень помогает людям. Мне очень это нравится. Что-то еще добавим? Я еще думала, она упоминала об огне, который является следствием засуха, но все-таки это не всегда является следствием этого. И для огня могут быть другие причины. Это, возможно, относится к четвертому этическому принципу. Обман это не природная катастрофа. Нужно быть аккуратным в том, что ты говоришь с обоих сторон, не быть резким и не обманывать. Есть тут смысл, ребята? Здорово. Я не перестаю думать о ребятах в Африке, у которых нет воды. Это не так дорого помочь сделать скважины. Мы здесь работаем кое-где и еще помогаем бедным местным людям. Когда я впервые услышал о вирусе и подумал об этом, наверное, частично причиной этому стало то, что мы как целый мир, игнорировали людей в Африке, не помогали им. Мы знали, что им нужна помощь, но мы ничего не сделали. Такое ощущение, что свежая вода это самая ценная вещь в мире, но это очень просто и дешево соорудить скважины. В развивающейся стране ты можешь сделать скважину с помощью насоса за 600 долларов или около того. Я думаю, это еще одна вещь, которую мы можем делать. Это здорово. Здорово. Итак, нам пора заканчивать, ребята. Мы все обсудили вопросы, у нас закончилось время. В Германии через минуту пойдет дождь. Давайте покажем адрес электронной почты. И покажи, пожалуйста, на тот случай, если вы их забыли. Итак, музыкальные миксы. Мы ищем наиболее прекрасные и завораживающие Spotify музыкальные плейлисты. Ждем ваши по адресу music mix собакадаймондкат институт.com Пожалуйста, продолжайте отправлять нам свои вопросы. Геша Майкл пока не ушел на пенсию и утреннее шоу кафе персиковое дерево работает. Адрес сид questions собакадаймондкат институт.com Пожалуйста, присылайте, мы будем счастливы ответить на них. И у нас есть вопрос на завтра. Кто будет говорить? Это очень интересный вопрос. Привет, Геша Майкл. Привет, учителя. Меня зовут Дилия из Румынии. Я и мой супруг мечтали построить дом для нашей семьи. Наша мечта начала осуществляться около двух лет назад, но у нас не было достаточно денег полностью закончить дом и сад. С тех пор мы просто делали какие-то вложения в это, но не закончили. Какие семена посадить, чтобы увидеть наш дом законченным и наслаждаться жизнью в нем? Благодарю. Прекрасно. Насколько я понимаю, это будет отвечать Ута и Рауль. Здорово. Завтра Рауль из Мексики и Ута немка. Мексиканцы и немцы очень хорошо работают вместе. Да, я не знаю, знаешь ты или нет, она и я, мы из одной сферы деятельности. Это не очень большая сфера маркетинговые исследования, но это интересно, мы обе больше этим не занимаемся. Если подумать о ручке, то вы задумаете, действительно ли полученное мнение людям поможет таким компаниям, как Лореаль или Ауди и всем этим людям. Ведь что по сути мы сделаем? Собираем качественные данные от людей и затем говорим Ауди, что им делать. Анаи, ты можешь тоже что-то сказать об этом, если хочешь. Мы обе заинтересовались, насколько это действительно полезно, мы хотим проводить время, делая что-то полезное. Это интересно. Да, я помню, что в эту пятницу у нас будет сюрприз, у нас будет сотый эпизод утреннего шоу, кафе утреннее персиковое дерево. Да, это верно. Очень ждем с нетерпением. Я думаю, качественный маркетинг может быть полезным. Сажать семена, это как соль. Поэтому, если вы добавите соль в маркетинг, то вкус улучшится. минимум работы. Это одна вещь. А второе, что я подумала, увидев пользу своей работе. Например, Лореаль на самом деле интересна мнение людей, и это те семена, которые мы сажали, получая и объединяя мнение людей. И с другой стороны, людям будет интересен Лореаль. И это то, почему большие компании платят за маркетинг, такие как крупные автомобильные, косметические. Они платят деньги, чтобы быть интересным людям, в том, в чем нуждаются люди, и люди будут интересоваться ими. Возможно, это просто вот так. Мне нравится это. Так или иначе, небольшое дополнение. Я помню, ты дала мне свою докторскую диссертацию, я там не понял ничего, но до сих пор храню. Мне нужно было что-то, на что поставить повыше мой компьютер. Она огромная, я покажу вам. На нее можно поставить свой компьютер. Я знаю, знаю. Однажды научишь меня, о чем все это. Хорошо. Спасибо огромное. Увидимся завтра. Хорошо, спасибо, ребята. Пока, пока. Спасибо, что смотрели наше утреннее шоу «Персиковое дерево». До новых встреч. девч — шоу 這